Всем привет, с вами Дабгай, и мы продолжаем играть за Польшу в ванильный Херцферн 4 с Романовыми. В прошлой серии мы тут добили все наши войны, закончили. Собственно говоря, мы достаточно истощены. Мы уже полностью... ладно, еще не полностью мобилизовали нашу обязательную службу. Но все это может поменяться, если мы захватим Советский Союз, и затем мы сможем провозгласить славянское единство. И все это сделать нашими национальными территориями. Причем не только Советский Союз, но, я так понимаю, много территорий здесь. Так что сейчас, кстати, в Советский Союзе я уже делаю этот фокус. Единственное, это даст, скорее всего, нам казубили вот сюда, а не вот сюда, по ощущениям. Ну, посмотрим. Кстати говоря, вот эта война идет в бесконечность, хотя здесь как бы, ну, можно было бы добить уже этот кусочек. Но, видимо, Советский Союз просто туда войска не отправляют, потому что у него здесь куча войн других. Надеюсь, это не помешает нам по варскору захватить, но я надеюсь, весь Советский Союз, потому что, по ощущениям, именно все это можем мы сделать нашими национальными территориями. Собственно говоря, подводим мы сюда армии сейчас все, реорганизуем мы здесь немножко наш флот. Мы получили такой, я бы сказал, средненький флот, маленький, но из-за подлодок, из-за всего, в принципе, пойдет. Для войны с Советским Союзом хватит. И единственное, что я сейчас понимаю, это то, что они в Валенте с Германией, так что надо будет подумать, что с этим делать. Ну, в любом случае, поехали. Ну и, в общем-то, ответ пришел достаточно быстро, в мою голову, по крайней мере. Эта армия останется и правда на востоке, в принципе, ее должно хватить. Но при этом мы готовим кучу, просто уже подготовили много, и будем готовить еще больше солдат, просто как минимум держать запад. Постараемся мы, конечно же, в Восточную Пруссию просто захватить по-быстрому, чтобы фронт упростить. Но посмотрим, как что получится. На самом деле, в Германии войск-то много, заводов туча. У нас, конечно, тоже много, но их все-таки больше. В одной Германии, а там еще есть Советский Союз на востоке и куча мелких стран, у которых на самом деле тоже, как бы, что-то да есть. Хочу порадовать, у нас самолеты уже новенькие, последние, в принципе, наверное, лучше уже не будет. Единственное, я заметил, что можно штурмовиков... А, нет, все, я спонял, почему я так поставил. Вот, штурмовики у нас тоже последние. Тоже уже лучше уже не будет, ну, по крайней мере, до изобретения реактивных двигателей еще видно. Как бы, пока что я этими самолетами буду пользоваться. Мы их настроим. Они у нас очень много, что здесь делают. Мы, кстати говоря, их тренируем от доктрины, уменьшающие летные происшествия. Потому что опыт все-таки помогает. И самое главное, уменьшает дебаф от того, что они не обученные намного, намного хуже, чем этот дебаф. То есть, минус 15% компенсировать надо не плюс 15%, а большим. Вот, ну, это условно. Как работают цифры в этой игре. Кроме того, я думаю, что стоит пообучать наш флот. Он совсем малюсенький, но все равно. Мы, кстати говоря, вот подлодочки одни строим. Не думаю, что я, что мы успеем хоть что-то построить. И у нас готовы, кстати говоря, танки. Но я исследую еще пушки, чтобы поставить на них нормальные пушки. И после этого мы начнем делать танковые армии. Бронетранспортеры мы тут же строим. То есть, у нас будут механизированные средние танки. Плюс я еще сделал огнеметы. То есть, с средними танками в поддержке, как инженеры. Думаю, должны получиться очень неплохие дивизии. Но нам здесь надо очень много артиллерии и ПВО достроить. Поэтому сюда тоже мы фабрики какие-то перекинем. А так, в целом, у нас по запасу все более-менее неплохо. Как я говорил, во время подготовки я нашел очень прикольный фокус, который, я думал, недоступен. Я вот сейчас заметил, что... А, ну, по чине не нужно было, все понятно. Что все эти территории станут нашими национальными. Литовские, польские, латвийские. И это приятно, потому что людей у нас не хватает. Мы тут начинаем потихоньку формировать нашу танковую дивизию. Ну, пока что механизированные, саппортом ее забили. Кроме того, мы полностью обучаем все наши армии, чтобы они были регулярными. Потому что заряжения у нас, в принципе, хватает. Людей не хватает. Поэтому нужно по максимуму их прокачать. Ну, собственно говоря, я бы сказал, у нас уже очень хорошая армия. Очень сочная. Дивизии у нас, в принципе, такие солидные. Хотелось бы мне, конечно, добавить везде огнеметные танки. Но прям везде вряд ли получится. Кроме того, нам уже приходится импортировать железо. Потому что очень много его тратим. Но мы уже вышли на полностью... Как-то им просто заместили резину. У нас вся резина, это наша собственная. Мы даже очень много продаем ее уже. Кстати говоря, торговали 20 целых фабрик, получаем это неплохо. Начал я снова отстроить военные заводы. Потому что, ну, нужны танки. А на танки нужны военные заводы. Авиации у меня, в принципе, хватит и этих заводов. Ну и по снаряжению я тоже чуть-чуть прибавлял. Как бы в идеале я бы хотел сюда побольше артиллерии запихнуть. Но у нас просто столько артиллерии не будет. А сюда, не знаю, там 20-30 заводов на артиллерию отправлять мне как-то жалко. Собственно говоря, потихоньку мы еще также выкачиваем морские доктрины. Потому что мы здесь тренируемся. И я качаю, потому что у меня уже, в принципе, почти все нужные техи прокачаны. Я уже начал качать войну именно минами. Потому что очевидно, что там уже большие какие-то флоты. Как большие? На самом деле нет. Но суммарно у них кораблей много. А у меня кораблей как бы не очень. Хотя на айфоне мы даже солидные еще. Поэтому я в первую очередь буду воевать именно минной войной. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Ну и самое главное, мы сейчас ждем, пока у нас подготовится наша танковая армия. С говоря, вот мы получили плюс где-то 400 тысяч мейн пауэра. Очень приятно. Так, наша танковая дивизия готова. Примерно так она будет выглядеть. Собственно говоря, единственное, нам, очевидно, нужно еще наделать танков. Механизированное стрижение у нас, в принципе, достаточно. Можно чуть-чуть снизить до 10. И у нас периодически проваливается железо. И, кстати говоря, как вы можете видеть, мы импортируем как раз у наших будущих противников. Потому что именно с ними не требуются конвои. В будущем, не знаю, попробуем у США, наверное. Но я не уверен, что наши корабли смогут пройти. Хотя, с другой стороны, как бы да, в тот же момент. Не то, чтобы был прям какой-то огромный флот у наших противников. Но в любом случае. Противников много. Все говорят, надо еще юг прикрыть. Хорошо, что я еще раз посмотрел. Сложная ситуация, сложная. Так, я думаю, время пришло. А это значит, что нам нужно сфабриковать казусбелли. Потому что, как я и говорил, нам дался казусбелли вот на вот этот, этот из СССР. Потому что при гражданке именно он считается, типа, главным. Потому что от него фокусы на гражданку прошли. И это руинит очень много всего. Как вы можете видеть, у Финляндии на них точку заболедали. У меня. Ну, ладно. Нужно за это время сейчас нам реорганизовать нашу авиацию. Потому что она пока тренировалась только. Кстати говоря, начнем мы войну на самом деле с потребований в умирании. Вдруг они ее отдадут, а? В умиранию. Ну, а вдруг? Не хватало всех стран, что с Германией. Еще США решила присоединиться к Германии. И теперь блок выглядит вот так. Это просто дикий ужас. Кстати говоря, сейчас США вступят в войну с Британией. Я чувствую, что соединяки как бы, ну, закончились на этом моменте. Нам пока нужно думать, как мы будем наступать. Но я думаю, в первую очередь, в Восточной Пруссии. Освобождается армия. Затем наступление на юге. Ну да, отказывается, конечно. Затем, наверное, наступление на юге. Хотя в идеале нам бы наступать на запад. Разбить Германию. Потому что если мы разбиваем Германию, в принципе, здесь не так много противников. На восток идти можно бесконечно. Вот на западе Чехия, Германия. Потом капитулируем Нидерланды, Бельгию. И там остается всего лишь не такая уж и сильная-то Дания, Норвегия и Португалия. Причем островов у них практически нет. Там у Дании какой-то микроустов и здесь. То есть, если мы их разобьем, мы, в принципе, на западе будем плюс-минус в безопасности. И можно будет идти на восток. Так что, наверное, так мы попробуем поступить. Пробиться через запад. А на юге не знаю. Пока что у меня самолеты все здесь на защите стоят. Наверное, так долгое время и будет оставаться. Но самое главное, по-быстрому захватить Восточную Пруссию. Ну что ж, я думаю, момент наступил. Все либо ничего. Давайте завоевание фокус. Господи, сколько у меня здесь армии. Эта армия пускай попробует пробиться. Это большим подкрепленным воздухом. Давайте даже пока что мы вот это вот все отправим в Восточную Польшу. Западную, точнее, Польшу. В надежде на то, что это нам поможет здесь. Прямо сейчас. Я скажу, да, у нас здесь зелененькое все. Здесь так себе. Ну как, относительно нормально, я бы сказал. На самом деле, они здесь не пробьются. Здесь примерно такая же ситуация. Хотя дивизий немного не хватает. На Востоке пока Советский Союз просто не в войне, да? А нет, просто Советский Союз не наступает. Это неплохо. Но я чувствую, что если они так же будут примерно как сейчас наступать, вот у нас огромная защита, мы их просто стираем здесь, то проблем у нас не должно быть на самом деле. Кроме того, у нас уже почти готова наша танковая армия, но она будет половинчатая. Половинчатая, 12 дивизий, но 24 нам танков пока не хватит. Все говоря, у нас вот, о чем я говорил, у нас пропала сталь. И США тоже соступили в Альянс наших противников, и нам просто негде покупать сталь. Все. Нужно срочно захватывать ее, я так полагаю. Других вариантов просто нету. Потому что мы просто окружены одними противниками. И, кстати говоря, наши истребители себя показывают очень хорошо. Мы без потерь их уничтожаем. Тем более, что у нас здесь есть строенные заранее радарные станции почти везде. Я погрыл всю свою территорию. И они очень помогают в воздушных боях. Их мы взяли в Восточную Пруссию. Отлично. Это создает нам целую армию. И значит, что мы сейчас можем наступать в Германию. В Востоке Советский Союз начал пытаться нас пробивать. Это значит, что нам нужно перебросить часть авиации обратно. Ну, собственно говоря, почему бы и нет. На самом деле нам выгодно, когда нас пытаются пробить. По той простой причине, что наши войска лучше. Соответственно, они очень много теряют в этих боях. А это все-таки война в одном из смыслов на истощение. Так что, пускай бьется. У нас-то... У нас людских ресурсов единственное мало. Вот с этим бы что-то сделать, но пока особо ничего. И у нас, кстати говоря, здесь есть такие оборонительные планы имбовые, которые дают нам неплохие эстаты. И благодаря нашим фоксам. И я думаю, что пора нам их понажимать и начать наступление на запад. Кстати говоря, тут мы как бы... С одной стороны, подопасны все окружение, но с другой стороны, мы сейчас можем забрать Чешскую республику, окружить все здесь немецкие войска и, в принципе, удалить чешские войска всех провинций. То есть, неплохо. У них все войска здесь находятся, здесь не прикрыто. Мы сейчас постараемся. Я сюда вот как раз-таки, кстати, плавал наши танки. Постараемся пробиться. И я думаю, должно получиться у нас. Кстати говоря, мы сделали окружение там, где я его, в принципе, сам не планировал, но почему бы нет. И захватили, кстати говоря, железнодорожное орудие немецкое. Вот это уже приятные новости. Пускай они помогают в боях, почему бы нет. Запил тот момент, когда в Польше придется нести службу всем взрослым. Ну, а тем временем, здесь вот этот микропрорыв происходит. Но как только мы пробьемся здесь и здесь, он ликвидируется, и они все будут окружены. Кроме того, я заранее начал готовить резервы. Теперь мы здесь задеплой. Сигарет танка еще один готовится. И мы ими прикроем это направление. Единственное, у нас фельдмаршалов уже не хватает. И я не вижу, чтобы кто-то прокачивал себе нормальное штабиста. Поэтому придется одному парню уменьшенные бонусы давать. Ну, он все равно не такой уж-то и сильный. Кстати говоря, мы, я так полагаю, взяли Берлин? Да? Прекрасно. На запад мы успешно идем. С юга здесь мы тоже неплохо пробиваемся. Здесь у нас парни тоже хорошо дерутся. Так, здесь мы сейчас вот это закроем. И еще лучше начнем давить. Самое главное сейчас Чехию побыстрее капитулировать. И тогда мы сможем, собственно говоря, прорываться намного лучше. Так, после боев тут сформировался вот такой фронт. Здесь мы окружение, как окружение, прорыв почти ликвидировали. Я решаю немножко приостанить наступление и переорганизоваться. Тем временем на юге, кстати говоря, греки пытаются пробиться. Но это все очень для них неудачно выходит. И самое страшное происходит в воздухе. Здесь вот очень жесткие бои происходят. Собственно говоря, нужно побольше самолетов позакидывать над Германией. Но их просто буквально врагов реально больше. И промышленности для самолетов у них больше. Сложно побеждать в таких условиях в воздухе, но мы пытаемся. Ну а пока реорганизуем войска. Кстати говоря, Советский Союз сделал микропрорыв, но... Выглядит это как будто для него это только в минус. Потому что я просто сейчас его ликвидирую. Всего лишь в одной провинции снабжение получает. Сейчас, конечно... Ну да. Как бы... Не знаю, это было глупое решение. Но... Воздух-воздух очень в плохой ситуации. Но с этим поделать мы еще не можем. Нужно давить Германию. И возобновляем мы наступление на запад. Потому что, ну... Мы очень по времени ограничены. С игры здесь 13 дивизий было. Здесь еще и немецкие дивизии. Так что это приятные вражеские потери будут. С игры мы тут все минируем, минируем. Но наш флот никто не атакует. Даже не знаю. Я, видимо, зря боялся в море. Но... Единственная проблема. У нас все еще не хватает стали. И страдает из-за этого именно производство танков. Я именно их поставил в самый конец. Потому что все остальное нам нужно производить. Потому что у нас почти вся армия. Это именно как раз таки пехота. Ну, посмотрим, как что будет. Германию мы вроде продавливаем неплохо. Могли мы пробиться в Чехии. И сделать неплохое окружение. Кстати говоря, вижу, что здесь куча дивизий. Возможно, нам получится сделать еще одно. Но нужно только подзадержать вот эти вот. Ну, и посмотрим, что дивизии прикалываются. И может получится еще и здесь. Ну, и здесь тоже, как еще видно, очень много дивизий. Очень приятно сейчас будет их всех разбить. И здесь я так чувствую, мы эту тридцатку тоже неплохо так окружим. Ну, да. И первая наша капитуляция Дания осталась. Кстати говоря, Британия высадилась в Германии. Типа, я тоже здесь что-то делаю. Ну, пускай. Конечно, у нас урон на земное сражение просто огромный. Мы потеряли уже целый миллион. Но просто там вон, в Советском Союзе 2 миллиона. А здесь вроде, наверное, нет. Ну, тут что-то по мелочам. Хотя... Здесь вот, допустим, 200 тысяч. Германии 2,4. То есть, ну, наносим очень много урона врагам. Ну, и как я и говорил, вот эта тридцатка окружена. И сейчас будет уничтожена. Далее капитализировалась Чехия. И, я думаю, относительно скоро будет капитуляция Германии. Но сейчас у них здесь, видите, разрушились какие-то линии фронта. И мы здесь тоже подвебиваем, я думаю, войска. Кстати говоря, здесь тоже микроокружение сделали. Давайте-ка выйдем отсюда. А вот и капитализировала Германия. Собственно говоря, мы пробились сквозь этот запад. Теперь у нас, на самом деле, ситуация поспокойнее. Единственное, люди как бы кончились. Но потихоньку мы мобилизовываем все старшее население. Что поделать. У нас все еще хорошие показатели стабильности и поддержки войны. Периодически я нажимаю тут кнопки, чтобы поддержку войны повышать. На самом деле, ситуация у нас сейчас хорошая. На востоке тут выбили неплохо так мэн-пауэра у Советского Союза. Он расширенный призыв наш поставил. Но и здесь у нас долбилась Греция. Но на самом деле, я так посмотрел. Это Советский Союз там дивизии просто держал. И Советский Союз оттуда долбился. То есть, ну, снаряжения там мало. Люди заканчиваются. Здесь тоже уже, типа, не с кем воевать. Ну, в том смысле, что все уже просто. И даже союзники, видите, начали тоже какие-то действия проводить. Единственное, конечно, на Западе и США остаются. Но нормально. В любом случае, я думаю, уже пора серию заканчивать. Так что с вами, ребят, был Дабгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok